Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Год на год не приходится, и если в прошлом году я в конце марта уже посеяла капусту в теплицу на улицу, в необогреваемую, то в этом году нас в конце марта так завалило, что я не могла в нее пробраться, и я решила вот самую раннюю скороспелую капусту посеять в этом году в лотке. Посею в лотке, просто вынесу в неотапливаемую теплицу, куда рассаду выношу на день, и буду оставлять ее там и на день, и на ночь. Как посеять капусту, как я сею капусту, я вам сейчас расскажу. Способов посева очень много, самое главное помнить, что капуста отличается от всех остальных культур, и от перцев, от баклажан, от огурцов, от помидоров, тем, что они любят тепло и свет, а капуста любит холод и свет. Это казалось бы парадоксально, но чем холоднее, тем будет крепче и здоровее ваша рассада, она не вытянется, она будет очень хорошей. И почему сею я именно, не буду дожидаться, сею раннюю капусту, я уже снимала видео, почему ранние и поздние сорта нужно сеять в первую очередь. Ну ладно, с поздними я еще могу там на неделю отодвинуть, но с ранними отодвигать нежелательно, потому что вот эту капусту, которую я сейчас буду сеять июньскую, я хочу получить урожай именно в июне, а так как примерно 80-100 дней до ее срок созревания, то ее сеять нужно как можно раньше. И поэтому я один лоточек, хотя в лотках я сею редко, я обычно сею в грунт, в неотапливаемой теплице, закрываю пленкой, там все хорошо всходит и потом пикирую. То именно для того, чтобы получить ранний урожай, урожай вот этой скороспелки в июне, я сейчас посею в лотке, а потом уже всю остальную, позднюю, там среднеспелую, буду сеять в теплице. Основные правила посева. Нужно, грунт должен быть очень-очень-очень влажным. Вот я полила, перед тем, как делать бороздки, все залила, потом еще раз полила, прям вот до такого состояния, что очень было мокро. Тут даже вода стояла, видите какие. Именно во влажные вот эти бороздки я рассыпала семена. Семена можно просто россыпью посеять, можно поштучно разложить. Когда я сеяла маленький объем, у меня был вот контейнерок такой на 5 рядочков, и я каждую-каждую семечку ложилась, укладывала вот так спичкой. Сейчас, так как я сею очень много капусты, тоже несколько тысяч корней, то я рассыпаю просто россыпью по дорожкам, потому что мне все равно ее пикировать. Здесь она пробудет всего 2 недельки. Как только начнет появляться первый настоящий лист, я ее распикирую в грунт, к этому времени будет уже тепло. Или распикирую по кассетам, по таким, в которых я выращиваю петунию, по мелким. Капусте будет этого достаточно. До высадки в грунт она там посидит нормально. Вот основное из посева, это нужно грунт сильно-сильно увлажнить, укладываю на влажный грунт. Сверху я прикрою, вот смотрите, у меня тут бороздки глубиной 0,5 см, и сильно заглублять семена не надо, не больше 1 см. Сверху я прикрою грунтом, примерно такого же, чтобы сравнялось, и еще 5 мм сверху. Вот так вот примерно прикрою, потому что сильно заглублять их не надо. Семена мелкие, если вы их закопаете очень глубоко, они будут долго всходить, а некоторые могут вообще не пробиться. Тонким слоем грунта, когда я положу, укладу все это, я еще раз сильно-сильно полью и все это закрою пленкой. Все это закрою пленкой и поставлю в прохладное место, то есть в неотапливаемую теплицу. Ночью у нас еще минус, там бывает и минус 5, и минус 8, и минус 10, ничего страшного. Капуста будет стоять, семена будут набухать, и как только появятся условия для нее подходящие, будет достаточно тепло, она проклюнется и взойдет. И через 2 недели я ее распикирую. Это будет быстрее, чем я буду ждать, когда там земля оттает у нас в теплице, когда можно будет, потому что я там еще не обрабатывала ничего. И вот раннюю скороспелую капусту я посею именно так в лотке. Но это если у меня есть теплица, не обогреваемая. Если у вас нет не обогреваемой теплицы, то после посева вот этот лоток можно выставить на лоджию, на застекленный балкон. Сейчас уже температура позволяет, там обычно ниже нуля не опускается. Она у вас там взойдет, и главное, чтобы после всхода, после того, как вы увидите первые всходы, капуста была на, как сказать, ей достаточно, чтобы было света. Как я уже вначале говорила, холод и свет. Самая главная ошибка, из-за чего не получается у многих рассада капусты, такая крепкая, не вытянувшаяся, это тепло и недостаток света. Если она у вас взойдет, и у вас в комнате, или где вы будете выращивать, будет тепло, она начнет расти, а мало света, она начнет тянуться, и вот у нее вот этот вот маленький, тоненький этот стебелек, она будет слабая, хилая, обязательно к ней прицепится черная ножка. Забыла сказать про полив. Если в начале посева мы поливаем сильно-сильно, вот я прям заливаю, чтобы было влажно, то потом, когда появятся всходы, поливать капусту нужно с осторожностью, потому что переувлажненный грунт может опять же привести к появлению вспышки черной ножки. Капуста очень восприимчива к этому заболеванию грибковому, черная ножка, иногда может выкосить вообще, все посевы в этом лотке начнется с одного места и пошло-пошло. Вот, самое важное, что нужно знать при посеве. Если вы собираетесь сеять дома, нужно найти самое-самое холодное место. У кого маленький контейнер или лоточек, ставят даже в холодильник, накрывают пленкой, ставят в холодильник. Но так как там темно, как только появляются всходы, нужно сразу же на свет, или на лоджию, или на балкон, или на самый холодный подоконник. Обязательно должно быть ей светло, чтобы она не вытянулась. Например, если на лоджии или на балконе солнечного света, если ей достаточно, то на подоконниках зачастую бывает темновато, и рассада вытягивается. По своему опыту хочу сказать, что в комнатных условиях дома очень сложно вырастить нормальную, здоровую, крепкую рассаду. Для этого люди делают холодные рассадники где-то там на участках, у кого участок рядом, или у кого есть возможность поехать в ранние сроки. Сеют в неотапливаемых теплицах. Всяческими способами ищут холодные условия для выращивания рассады. Лучше чуть-чуть опоздать, вот, например, позднеспелые. Лучше немного позже посеять, но предоставить им и холод, и свет, чем посеять дома и получить тонкую, такую вытянувшуюся рассаду. Я вам, когда будет моя рассада всходить, и как она будет себя чувствовать, я вам все это, конечно, буду показывать, и по мере того, как она будет расти, я буду рассказывать, что ей нужно, что ей можно, что нельзя. Но самое главное, вот, в первых, на первых парах, когда вы сеете, должна быть невысокая температура, прохладная. Обычно для капусты, если для того, чтобы она всходила, 20 градусов допускается, то потом, когда она уже растет, когда она взошла, должна быть температура 10-12 градусов ночью. Ночные температуры должны быть низкие. И вот это наша проблема, что мы дома не можем создать такую температуру, а в теплых условиях она вымахает в высоту, вытянется, и уже будет, ну, не то, качество рассада не то. Старайтесь найти холодное место, холодное, светлое. Некоторые, у кого позволяют климатические условия, вот так посеять ящик, можно выставить даже на улицу. Если у вас, например, 0, минус 1, плюс 1. Вот такие температуры, они вполне пригодны для всхода и для роста рассады капусты. Плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, это идеальная температура, при которых рассада вырастет хорошая, коренастая, она не вытянется. Ну, все, я свою сейчас до конца засыплю, полью еще раз и вынесу в теплицу. Все дальнейшие свои шаги, как всегда, все пошагово, все свои действия я вам покажу. Вот я посеяла в первую очередь ранний сорт, июньская, потом в теплице буду сеять, прям в открытый, ну, как в землю, прямым посевом в землю, буду сеять позднеспелые сорта и тоже покажу вам все. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это посев ранней скороспелой капусты июньской на рассаду, с последующей пикировкой. Вот так, когда я сыплю по много семян, это обязательно потом пикировать. Субтитры сделал DimaTorzok